всем привет с вами елена вивас из аргентины и я продолжаю свой цикл передач о нацистах которые нашли свое убежище в аргентине после второй мировой войны у меня уже вышло видео о том какая была атмосфера в аргентине в начале второй мировой войны до второй мировой войны о том как сюда еще в период между 1 2 мировой войны приезжало очень много немцев которые в тридцатые годы начали поддерживать политику третьего рейха также у меня вышло видео о том какие знаменитые военные преступники нашли свое убежище в аргентине и те которые здесь были пойманы как они здесь жили как их здесь словили смотрите мои предыдущие видео а сегодня мы с вами приступаем к такой обширной теме которая интересует естественно всех больше всего о том был или не был гитлер в аргентине умер ли он совершив суицид в своем бункере в берлине в апреле 1945 года или все-таки смог он сбежать в аргентину эту тему я буду раскрывать в двух видео потому что в одно все невозможно поместить поскольку есть несколько основных теорий о которых мы с вами поговорим тема сегодняшнего видео будет о пребывании гитлера в аргентине в провинции кордоба непосредственно в городке лафальда почему я решила начать именно с этой теории дело в том что когда я начала изучать эту тему то первое что я находила это о том что о смерти гитлера в аргентине стало известно именно в провинции кордоба поэтому я начала копать в этом направлении плюс я вас просила под моими предыдущими видео my так же как я прошу это сделать и под этим видео задавайте свои вопросы все что вам интересно и вот один из вопросов как раз и был о том рассказать о пребывании гитлера в провинции кордоба непосредственно в отеле эден или в переводе на русский язык в отеле рай на территории провинции кордоба где также есть много других немецких городков поселений которые здесь образовались сразу же после первой мировой войны это и всем известный городок вилла генерала бельграна это и лакомбре сита а вот про лафальду информации меньше а именно там хранятся все эти секреты о которых сегодня мы с вами будем говорить итак почему же возникла теория того что гитлер все-таки не погиб в своем бункере вместе с эвой браун а сбежал в аргентину но как известно дыма без огня не бывает и раз все источники нас ведут в аргентину если все мифы о жизни гитлера после второй мировой войны нас приводят именно в аргентину они в какую-либо другую страну значит и копать надо в этом направлении чем я и занимаюсь последние два месяца собирая для вас информацию из абсолютно альтернативных источников в большинстве особенно это касается официальных источников всегда мы находим этому опровержение но есть очень много таких въедливых если так можно выразиться аргентинских журналистов писателей историков которые все-таки утверждают об обратном и утверждают о том что гитлер закончил свою жизнь именно на территории аргентины они в бункере берлина и так что нас приводим приводит к этой мысли во первых уже известный факт что в сентябре 1944 года фбр было уже на тот момент известно до разведывательной службы сша что гитлер после проигрыша во второй мировой войне собирается заканчивать собирается бежать в аргентину и найти там свое убежище следующий факт 17 июля 1945 года у фбр у разведывательной службы сша уже были на руках факты в реальном времени и в реальном передвижении о нахождении гитлера на территории аргентины они были в тот период кстати и на территории советского союза после второй мировой войны по окончании второй мировой войны также не верили в смерть гитлера в берлине сталин до конца своих дней был уверен что гитлер жив что гитлер сумел спастись именно он пытался инициировать чтобы участники нюрнбергского процесса также провели и суд над гитлером потому что непосредственно гитлеру как известно на нюрнбергском процессе прогал приговор не выносился по той самой причине что якобы но он же уже совершил суицид до тела не тело даже тело то найдено не было были найдены якобы обгоревшие останки но эти останки они согласно теории горели два часа что от них там могло остаться как известно да многие преступники чтобы смыть свои следы спрятать свои следы что они делают они сжигают место преступления так что в этом плане гитлера он не изобрел ничего нового и вот эти все факторы в свое время они и порождали вот эти теории о том что гитлер нашел свое пристанище на территории аргентина нашел здесь свое убежище а о том уже сколько он здесь прожил существует различное количество теорий вплоть до того что он там дожил до абсолютно глубокой старости и умер там когда им уже было далеко за 90 лет но возвращаемся к отелю эдем на территории провинции кордоба который в свое время стал основоположником населенного пункта лафальда который последующим был заселен переселенцами в основном из центральной европы из австрии и из германии кстати досмотрите это видео до конца в конце мы поговорим о фотографии якобы она настоящая фотография адольфа гитлера на территории отеля эдем сделанная уже после второй мировой войны настоящая эта фотография или нет кто на ней изображен поговорим также сегодня в этом видео а начиналась эта история в далеком 1890 году когда немецкий предприниматель роберто бальки приобрел почти тысячу гектара а более конкретно там 900 с небольшим гектар на склонах гор в провинции кордоба и это было будущее раньше ла сулема которая в то время еще называлась лафальда лафальда так зачастую называют склоны гор на испанском языке чтобы развернуть свой проект на полную катушку как об этом мечтал бальки он взял кредит у одного из самых богатых аристократов буэнос-айреса эрнеста тронквиста эрнеста на тот момент возглавлял всю финансовую пирамиду города буэнос-айреса в принципе как и все аргентины что в свою очередь и повлекло за тобой за собой тот факт что бальки решил построить в горах кордобы отель который стал бы лучшим на тот момент во всей аргентине а возможно и во всем мире чтобы принимать там и того кто ему дал деньги в долг всех его друзей и все его окружение и бальки конечно же оправдал доверие своих кредиторов так давайте посмотрим фотографии этого отеля того периода и поговорим каков же был этот отель еще в конце девятнадцатого века кстати это же был период бель эпоки это был период роскоши бриллиантов золота и так далее я всегда когда хочу людям объяснить что же такое бель эпока всегда предлагаю вспомнить фильм в джазе только девушки до шампанское красивые наряды блеск бриллианты отдых на водах прекрасные дамы в криолинах шелках в парче сопровождающих во фраках мужчины сигары вот это все и есть бель эпока это тот период в которой аргентина получила свое наивысшее экономическое процветание и вот именно в этот период и был построен отель чье название переводится на русский язык как рай на самом ли деле это было рай давайте посмотрим фотографии отель эден был построен в роскоши и комфорте из материалов которые кстати были привезены в основном все из европы это так было модно и принято в тот период и открыл свои двери первым туристом в конце 1897 года в нем было 100 спален 30 ванных комнат столовая на 250 человек кстати в эту столовую можно было приходить только одетым правильно никаких детей дети со своими няньками обедали в другой столовой то есть это столовая была только для господ также были отдельные комнаты для вечеринок комнаты для чтения комнаты для того чтобы писать письма на родину ведь много приезжало туристов из европы самолетов как известно в тот период не было и постояльцы отправляли свои письма с кораблями которые шли в европу целый месяц на территории отеля также был зимний сад была отдельная барная комната бильярдная много других игровых комнат но имеется ввиду конечно же для взрослых игр была специальная темная камера для того чтобы постояльцы которые делают ежедневно фотографии могли там проявлять пленку и печатать свои фотографии вот такой вот уровень уже был в конце 19 века также были многочисленные подвалы в которых хранилось более десяти тысяч бутылок с хорошими отборными винами было 16 комнат для обслуживающего персонала также на территории отеля было банковское агентство которое приезжало сюда еженедельно поле для гольфа на 16 лунок площадки для тенниса площадки для крокета стрельбы по мишеням и так далее также были бассейны был сейф достаточно большое количество гаражей с помещениями как для автомобилей так и отдельные коморки в которых проживали их водители у отеля эдем была собственная автономная электростанция представляете в конце девятнадцатого века отель обеспечивал себя своим собственным электричеством была также холодильная камера были прачечные солярий фруктовые сады были своим фермы на которых выращивали свиней выращивали коров поэтому здесь также был свой колбасный цех были свои конюшни и даже механическая мастерская где можно было подчинить любую технику включая и автомобили которые обслуживали господ отдыхавших на территории отеля эдам сразу же после открытия отеля сюда начинают приезжать семьи из высшего эшелона светского общества как буэнос-айреса так и из европы почему этот отель привлекал элиту аргентины элиту буэнос-айреса ну во первых как я уже сказала в начале видео это был период бель эпоки именно в этот период мода проводить каникулы где-либо на водах или в горах красивых местах именно со здоровительной целью набирает свою популярность одни семьи отправляются отдыхать на водах на берегам морей океанов или на лечебные источника как это было модно в том числе и в европе это же вошло в моду естественно и в аргентине поскольку еще раз напомню что в конце девятнадцатого века в начале двадцатого века аргентина была богатейшей страной в мире это был тот период когда в европе про богатого человека говорили он такой богатый как аргентинец поэтому неудивительно что все самое лучшее самое передовое в тот период было не только в европе но и прежде всего в аргентине кстати надо снять как-нибудь видео на тему а что именно получила свет из наиболее прогрессивных изобретений именно в аргентине столько вы узнаете об этой стране что может наконец-то прекратите писать что аргентина это отсталая страна нет аргентина свое время столько всего интересного дала миру поэтому естественно что и европейская элита и американская элита они отправлялись в аргентину в том числе не только для того чтобы делать свои огромнейшие капиталы но и для того чтобы здесь отдыхать а что привлекало в этом отеле жители буэнос-айреса и аристократию аргентина это конечно же прежде всего климат дело в том что в тот период многие легочные заболевания они лечились только климатом не было еще изобретено никаких лекарств они от пневмонии нет туберкулеза и так далее как известно летом в самом буэнос-айресе климат очень жаркие невыносимо жаркий и влажный дышать в буэнос-айресе в летний период очень сложно и у меня уже были видео из патагонии о том где я рассказываю как нынче богатые люди и обязательно богатые все кто может себе позволить стараются максимально самые жаркие летние месяцы проводить в патагонии где климат более мягкий то же самое касается и кордоба кстати когда я только приехала в аргентину первое что я здесь постоянно слышала о том что все кто только может летом уезжают в кордобу почему в кордобу потому что это самые ближайшие горные регионы к столице между буэнос-айресом и кордобой примерно 600 700 километров то есть если мы говорим о сегодняшнем дне то можно на машине доехать в течение светового дня ну соответственно кордоба где стояла там и стоит соответственно что и в конце 19 века начале двадцатого века которых будет сегодня идти речь кордоба как раз является самым ближайшим буэнос-айресу регионом где можно было спрятаться не только от жары а самое главное от влажности от жаркой вот этой влажности липкой жаркой влажности буэнос-айреса которая провоцировала в тот период очень многие легочные заболевания ну в принципе не только в тот период сейчас тоже от многих жителей буэнос-айреса можно услышать что они стараются сами особенно своих детей в летний период вывести в кордобу поскольку там более сухой климат вот именно поэтому аристократия буэнос-айреса и отправлялась в этот отель в отель эдам открытый в провинции кордоба в конце девятнадцатого века ну и плюс этот отель как я уже перечислила он предоставлял самые наверное совершенные услуги в плане отельного бизнеса в конце девятнадцатого начале двадцатого века на территории аргентины а возможно и всей южной америки достаточно упомянуть о том что среди посетителей этого отеля были такие выдающиеся личности как рубен дарио артура тосканини физик альберт энштейн и даже знаменитый аргентинский революционер че гевара когда он был ребенком если кто не в курсе самого детства че гевара страдал астмой и поэтому его родители перемещались по аргентине и жили в тех местах где юному эрнеста больше подходил бы климат чем климат буэнос-айреса или провинции миссионес куда вскоре после его рождения отправились родители чтобы там основать свою ферму по выращиванию маты в этом отеле также останавливался герцог совойский принц уэльский а также президенты аргентины хулио аргентина рока и хосе алькорта я думаю что даже вот этого минимального перечисления имен которые более-менее на слуху достаточно чтобы понять какого уровня был этот отель помимо очень благоприятного для здоровья климата провинции кордова этот отель как я уже перечислил он предоставлял всевозможные услуги для развлечения да потому что туда же приезжали не на неделю а приезжали на целое лето на месяца на 4 на кто-то на 3 кто-то на 4 месяца кто-то и больше и вот там аристократии аргентины аристократии европы они находили все необходимое для своего оздоровительного отдыха это и прогулки по великолепному эвкалиптовому лесу который окружал этот отель это иконные прогулки поскольку при отеле было огромнейшая конюшня и как можно найти в некоторых записях что постояльцы отеля практически на лошадях въезжали в свои номера настолько вот как бы близко они подъезжали на лошадях к отелю были всевозможные спортивные площадки на которых можно было продолжать заниматься любимыми видами а спорта была очень хорошая кухня а в садах этого отеля всегда выращивали свежие фрукты и овощи была своя ферма где выращивали мясо в колбасном цеху делали свои свежайшие колбасы но что еще нужно для хорошего отдыха ну и плюс был неплохой ценикс благодаря которому как бы все окружение это всегда очень важно для элиты чтобы отдыхать в окружении себе подобных но как известно не все то золото что блестит несмотря на всю роскошь этого отеля и на известных именитых его посетителей прибыль этого отеля не обеспечивала той необходимой суммы чтобы покрыть его содержание поскольку содержание было но очень дорогое кроме того как мы помним этот отель он был взят в кредит поэтому в 1905 году хозяева покидают сей корабль а отель остается в руках кредитора того самого торг квиста который и обеспечил финансирование при его строительстве проходят годы меняются хозяева отеля кстати абсолютно все хозяева были только немецкого происхождения и даже его первые хозяева это кстати бывший офицер немецкой армии и вот в 1912 году у этого отеля появляются новые хозяева которые и напишут абсолютно новую историю этого отеля известную как нацистское логово на территории провинции кордоба в 1912 году новыми хозяевами отеля эден становится немецкая семья вальтера и и д эхгарнов который кстати познакомились на корабле во время своей иммиграции из германию в аргентину первые два года их бизнес шел с этим отелем ни шатка ни валка прибыль также была недостаточно высокой хотя за вот эти вот годы индивидуального владения этим отелем торквинс там его уровень его финансовое положение было значительно улучшено но начинается 1914 год в европе начинается первая мировая война и аргентинская элита перестает ездить в европу а европейская элита также ищет где бы она могла проводить свой летний отдых ведь курорты франции а на тот момент не действовали также как им курорты на лечебных водах в центральной европы также были в период первой мировой войны недоступны и вот она рай рай в горах провинции кордоба в аргентине и у отеля начинается золотой период потому что аргентинская элита прекращает свои ежегодные поездки в европу и больше стало склоняться к оздоровительному туризму на территории своей страны плюс ко всему не только аргентинская но и общая мировая истерия вокруг туберкулеза также привлекала эти склоны гор провинции кордоба поскольку на тот момент еще не было найдено лекарства от этой болезни которая особенно распространена была в европе в период первой мировой войны и аристократия европы также отправлялась на лечебный отдых в аргентину кроме того на территории этого отеля еще изначально были специальные стерилизационные машины для белья именно чтобы предотвращать распространение столь опасного на тот момент туберкулеза и вот он начинается золотой век отеля эден как и в начале истории этого отеля по его залам расхаживают знаменитости бизнесмены лидеры различных стран аристократия всего мира отель набирает популярность а также вместе с развитием этого отеля начинает и разрастаться городок лафальда который принципе своим существованием обязан был этому отелю потому что до тех пор пока не был открыт этот отель не было и самого городка лафальда он начинает расти и становится одним из главных туристических направлений на территории аргентины официальная версия нам гласит о том что адольф гитлер никогда не находился на территории этого отеля но на то они и официальные чтобы всегда у них была и альтернативная история и сегодня в конце этого видео я вам покажу одну из фотографий которая нам говорит о том что гитлер здесь бывал не только до второй мировой войны но и после ее окончания так что смотрите это видео до конца признанные нацистами семья эхгорнов распространяла в регионе принципы диктатуры самопровозглашенного третьего рейха и нашли последователи среди некоторых гостей придерживаяся российских и националистических идей и рассматривавших коммунизм как угрозу более того хозяева этого отеля всех своих гостей встречали приветствуя их вытягивая правую руку вперед но вы сами понимаете о каком жесте и я говорю не обо всем можно говорить на ю тубе потому что уже из-за предыдущего видео я получила большую оплеуху от канала youtube который снял меня кстати с монетизации за эти темы и постоянно меня предупреждает чтобы я держала себя в руках вот такая она демократия нынче уже с начала 1920-х годов благодаря владению вот этим самым популярным отелем на территории аргентины семья эхгорнов становится достаточно влиятельной и известной не только на территории провинции кордва в принципе как во аргентине и поэтому пользуясь вот эти своей популярностью они начинают постоянный сбор средств поддержку гитлера известно что между семьей эхгорнов и гитлером велась достаточно регулярная переписка и вот постоянно собирая суммы они отправляют их в германии кстати известно что именно благодаря финансовой помощи и поддержке семьи эхгорнов гитлер купил себе самолет и покупает mercedes-benz свой автомобиль на которых он и занимается своей агитационной деятельностью по крайней мере на сегодняшний день благодаря документам известно два крупных перевода из аргентины этой немецкой семьей в германию первый перевод состоялся в 1931 году и он составлял сумму 20000 швейцарских франков это теми деньгами 100 летней давности до деньгами начала двадцатого века и второй перевод состоялся в 1932 году и составлял 15000 аргентинских песо на что гитлер присылает им благодарственное письмо зачитываю дорогой господин эйхорн и дорогая госпожа в этот раз я позволю себе еще раз поблагодарить вас за финансовую помощь которую вы мне оказываете и которая снимает и облегчает важную часть моих забот далее в семье эйгорнов происходит еще одно важное событие когда в мае 1935 года рейх канцелярия приглашает их в берлин где они были награждены орденом из рук самого фюрера и получили грамоту со следующим содержанием дорогой господин эйгорн с момента вашего вступления в 1924 году вы вместе со своей женой поддерживали национал социалистическое движение с огромным одушевлением самопожертвования и мудрыми действиями и также поддерживали меня лично поскольку именно ваша финансовая помощь позволила мне в истинном смысле этого слова продолжить и руководить организации вскоре после возвращения в аргентину у семьи эйгорном случается юбилей их серебряная свадьба и гитлер отправляет им подарок что он им отправляет подарок свой портрет портрет фотографии на котором в том числе он им там написал какие-то поздравительные собственноручно слова прямо на этом портрете вот этот портрет он и был в последующем вывешен а в холле этого отеля и все посетители этого отеля могли его созерцать и вот однажды уже в сороковые годы в этот отель по привычке приезжает семья че гевары которые как известно были знатными антифашистами но как я уже говорила в начале этого видео семья че гевара они этот отель начали посещать еще когда им правило другая семья и они были вынуждены посещать этот отель из-за здоровья своего сына из-за здоровья эрнеста че гевара который самого рождения страдал астмой кстати скоро на моем канале я выпущу мое видео в котором я расскажу вам о жизни че гевары на территории аргентины что в истории аргентины это наверное одна из самых известных в мировом плане личности отец че гевары был поражен всем тем происходящим что он видел на территории этого отеля и вот в своей книге которые он в последующем посвятил своему сыну вот что он напишет в отеле эден который находится в лафальдо в кордобе по ночам работала радио по которому в берлин передавались закодированные сообщения когда мы приехали нам пришлось признать что отель находится во власти фашистов это была последняя поездка семьи че гевара в этот отель кстати известно что не только из отеля по радио передавались зашифрованные сообщения в берлин более того в отеле работала радио по которому можно было в прямом эфире слушать выступление фюрера из германии то есть это можно сказать был по-настоящему нацистский притон на территории аргентины в самой центральной части аргентины так был или не был гитлер на территории отеля эден в кордобе что на сегодня известно все рассекреченные документы фбр нам говорят о том что между семьей семьей эйгорнов и гитлером было не просто большая связь но было бы вот настоящая еще и человеческая дружба и что семья эйгорнов были преданными последователями политики адольфа гитлера поэтому для тех сторонников которые сомневаются в том что гитлер совершил суицид в своем бункере 30 апреля 1945 года побег гитлера на территорию аргентины и именно в этот отель является основной теорией расследования кроме того в последующем начинает всплывать очень много якобы свидетелей рассказывавших о том что они видели гитлера это и сообщение о тех женщин которые работали горничными и служанками в этом отеле и которые рассказывали о том как они носили еду а в тайную комнату на третьем этаже где жил незнакомец который был достаточно нелюдимым который никогда ни с кем старался не общаться который выходил на прогулки из этого отеля или очень рано утром когда все спали или уже после того когда все легли спать кроме того также есть якобы показания дочки доктора который приезжал лечить адольфа гитлера находившегося на территории этого отеля но это как бы все устные показания но есть у нас и документальные фотографические доказательства которые якобы сделаны были владельцем этого отеля вальтером эйгорном в непосредственно в этом отеле вот смотрите эта фотография где на переднем плане мы видим вальтера и посмотрите теперь на задний план там за столом сидит небольшая компания включая жену вальтера и посмотрите из-за занавески виден силуэт мужчины который по мнению очень многих исследователей говорит о том что мы видим там профиль гитлера есть разные теории которые интерпретируют эту фотографию в том числе те кто придерживается теории о том что гитлер закончил свою жизнь 30 апреля 1945 года в своем бункере в берлине говорят о том что эта фотография она была сделана где-то на территории европы еще до второй мировой войны но не все так просто дело в том что сегодня отель эден он не работает как отель но он уже давно открыт для посещения туристами для проведения там экскурсии вот один из аргентинских журналистов сделал несколько фотографий в этом отеле и в том числе он уже до посещения видел вот эту фотографию с вальтером эйгона на переднем плане и вот придя домой он сопоставил эту фотографию с теми фотографиями которые он сделал на территории отеля и оказалось что да эта фотография была сделана в отеле эден и естественно что как одно из теории он выдвигает то что эта фотография была сделана в отеле эден уже после второй мировой войны так как нет никаких данных о том что фюрер посещал аргентину или вообще южную америку до начала второй мировой войны понятно что если мы с вами будем придерживаться той теории что гитлер после второй мировой войны все-таки сумел сбежать из европы и поселился в аргентину то он не мог находиться постоянно на одном и том же месте как в данном случае если мы будем рассматривать теорию его нахождения на территории отеля эден типа вот он нам сидел как в клетке нос оттуда не выказывал в следующем нашем видео мы поговорим о пребывании адольфа гитлера на территории баре лочи посмотрим дом в котором непосредственно согласно теории он проживал и так далее сегодня же наше видео будет посвящено только пребыванию адольфа гитлера на территории провинции кордова так вот отеле не является единственным местом где проводил свое время фюрер по окончанию второй мировой войны недалеко от города фальдо там нескольких десятках километров есть также город миромар кто понимает испанский язык может спросить какой миромар какое море и кордова да на территории провинции кордова есть небольшая лагуна который называется марчик это то есть маленькое озеро ой маленькое море и вот на берегу этой лагуны есть еще один отель говорящий может сказать названием вена на территории которого также по одной из теорий достаточно много времени проводил адольф гитлер это же сотрудники этого отеля отмечают как видели его гуляющими по берегу этой лагуны в длинном плаще практически до пола в аккуратно одетой беретке но несмотря на то как бы свою внешность гитлер не менял после войны и да известно что он кстати усики свои знаменитые сбрил и очки кругленькие у него там появились и стрижечка было покороче но характерные черты черепа его черепа до его головы они его выдавали потому что во времена второй мировой войны его изображение настолько было распространено несмотря на отсутствие интернета сейчас все очень просто сделать раньше было намного сложнее но это была настолько эпическая фигура что черты его лица знал каждый житель этой планеты и поэтому как бы он не менял свою внешность опознать его было не так уж и тяжело поэтому мы находим достаточно много описаний того как в той или иной точке аргентины его видели местные жители тем более если мы будем говорить о городке миромар то после второй мировой войны этот городок был очень маленький там проживало не больше тысячи человек и соответственно что все жители там очень хорошо друг друга знали и по большому и по большому счету спрятаться там незнакомцу было очень тяжело что кстати тоже странно почему именно этот город гитлер выбирает для того чтобы там находиться когда он прячется до от мировой общественности но как я уже рассказывала еще в моем первом видео на территории аргентины все вот эти городочки которые в последующем и связывает с пребыванием гитлера в аргентине они все были заселены выходцами из германии и многие из них еще до начала второй мировой войны как и герои этого нашего выпуска семья эйгорнов они придерживались принципов третьего рейха и поэтому зачастую они просто могли о чем-то шушукаться между собой но это не выносилось на как общественное мнение да и дальше этих городков не уходило кроме того кстати эту историю мне рассказывали в патагоне о том как жили немецкие вот эти вот беженцы после второй мировой войны которые были обвинены в том числе в участиях военных преступлениях против человечества они настолько зачастую жили скрытно что просто даже не могли некоторые из них доктора пригласить свою семью потому что если приезжает доктор или ты идешь доктор то тебе нужно дать о себе какие-то минимальные данные до называть как минимум свое имя и фамилию где ты родился и зачем пригодился и очень многие эти семьи жили скрытно и поэтому они также не лезли в жизнь других они каждый жил в своей коробочке именно этим и пользовались многие немецкие преступники которые нашли в аргентине после второй мировой войны свое прибежище что же случилось с отелем эден после второй мировой войны в 1945 году падение германии потянуло за собой в пропасть и хозяев этого отеля и сам отель как бизнес за несколько недель до окончания второй мировой войны аргентина также объявляет войну против оси вовремя спохватились как в принципе вовремя все это делается в аргентине поэтому в 1945 году этот отель был отобран аргентинским правительством то есть национализирован и из этого отеля делают роскошную тюрьму для японского дипломатического корпуса с 1898 года прям самого открытия этого отеля над его главным входом на самом козырьке находился бронзовый двухглавый орел который почему-то власти аргентины в 1945 году приняли за фашистский знак но это было не так по суму это просто был империалистическим знаком еще раз повторюсь до начала конец 19 века но в 1947 году после того как к власти приходит перрон который помогает который как известно симпатизировал нацизмом и который способствовал тому чтобы максимальное количество нацистов нашло свое убежище на территории аргентины он возвращает этот отель семье эйгорнов а эйгорны свою очередь продают этот отель фирме известной как 3к картулович камбурис и кучер и эта фирма 3к несмотря на эти фамилии она принадлежала хуану дуарте то есть родственнику перрона по его второй жене эви перрон но процветание этого отеля длилось недолго дело в том что в скорости было найдено лекарство от туберкулеза как мы помним этот отель прежде всего привлекал тем что люди приезжали в него аристократия приезжала в него лечиться от туберкулеза горным сухим воздухом так вот лекарство было найдено для простого народа в мар дель плато начинает развивать популярный туризм и поэтому очень многие жители аргентины как бы сменили свой туристический вектор интересов с гор кордобы на побережье провинции буэнос-айреса поэтому вот эта вот фирма 3к она решила сначала взять на себя все долги которые скопились у этого отеля но уже к 1953 года они поняли что как бы бессмысленно существование бессмысленно владение этим отелем как прибыльным бизнесом и поэтому вся третьем году отель был продан с молотка сейчас этот отель действует если так можно сказать как туристический центр куда можно прийти на экскурсии где экскурсии проводятся как дневные так и ночные потому что помимо вот этой вот истории этого отеля как нацистского притона в этом отеле также есть и еще много историй связанных с привидениями так что приезжайте в кордобу пойдем гонять привидений на территории этого отеля на сегодня у меня все в следующем моем видео мы с вами поговорим о пребывании о возможном пребывании гитлера на территории патагонии всем пока пока до новых встреч не забудьте поставить лайк мне это помогает продвигать канал также напишите свое напишите свой комментарий свое видение на эту тему это тоже мне очень интересно и не забывайте писать вопросы которые мне помогут составить новые интересные видео специально для вас всем пока пока с вами была ваша елена вивас